Доброго времени суток! Небольшая публикация об уходе за вашими грибными блоками. Итак, если грибные блоки пошли уже при морде, видим, что все у нас нормально, но здесь немножко нам нужно будет поухаживать за этими блоками и в чем будет заключаться вот этот уход. Давайте обратим внимание, вот сюда. Как видим, при морде образовывается довольно-таки хорошо и полноценно, но полиэтилен мешает образоваться ему полностью. Поэтому мы берем ножиком и вот таким хирургическим способом начинаем вот это делать. Это намного, относительно даже перфорации, намного легче это делать, если у нас дырки сделаны круглым пробойником. И они у нас, как видите, вот здесь, они круглые. Поэтому это немножко упрощает нам эту работу. Так, Света. Это упрощает нам вот эту работу, таким образом эти круглые дырки нам проще ухаживать. Если бы это были простые надрезы на мешке, то нам бы пришлось полностью их освобождать. И в таком случае можно повредить. Просто сами при морде, они будут отламываться и в дальнейшем, естественно, не будет грибу. Поэтому сейчас мы вот еще, давайте посмотрим. Вот видим, вот здесь хорошо видно. Вот здесь хорошо видно, что образовался при морде, но основная его часть осталась под пленкой. Поэтому нам нужно вот эту часть освободить. Мы аккуратненько подрезаем полиэтилен и выпускаем его на свободу. Естественно, после этого сейчас мы будем делать обязательно полив. Вот эти грибы, давайте посмотрим, вот сколько при морде, абортыши, то есть вот при морде и абортыши, при мордыши получились. Вот, они зажаты были под пленкой и уже у них возможности вырастать нет. Это не совсем хорошо, потому что это будет немножко нарушать дальнейшее формирование, правильное формирование грибов. Они будут, вот, вы так аккуратно это освободили, чтобы не зажать. Ну, в принципе, ничего хорошего уже из этих грибов не получится, но чтобы ножка не была толстая вот у этих, мы это все подрезаем. Вот тут та же характерная ситуация, нужно немножко поухаживать. Если этого не сделать, то грибы вырастут деформированные и будут иметь видные кондиции. Ну, и тут очень наглядный такой тоже при морде, который полноценно не может произрастать. Вот мы его так чуть-чуть освобождаем. Давайте еще посмотрим тут, что у нас происходит вверху. Здесь при морде вообще не пошел в дырочку. А почему они не идут в дырочку? Я вам объясню. Летом особенно, когда сейчас вот 26 градусов здесь, становится жарко и сама наша перфорация подсыхает, вот именно в летний период, резкость не видит, хорошая. В летний период я не рекомендую делать вот эти круглые дырки, а лучше все-таки делать надрезы ножиком, потом их освобождать при морде. Потому что вот происходит такая вещь. Сама дырка подсыхает и приходится вот при морде, они образуются вокруг, именно самой перфорации, потому что здесь есть кислород. И вот смотрите, вот прекрасный большой при морде, но пленка полноценно не дает ему возможности сформироваться, поэтому нам нужно применять такую микрохирургию. Ну и таким же образом, вот смотрим здесь, таким же образом вот такие манипуляции нам придется проделать. Вот по всему мы, вот если в холодные времена, то есть осенью, весной, нам не приходится вот этим заниматься. Это именно такие моменты. Вот здесь, кстати, обратим внимание, что здесь при морде подсыхают, что-то у нас не совсем своевременно был сделан полив, это надо срочно сейчас исправить, сейчас мы будем поливать. Ну и вот таким вот образом нам нужно пройтись полностью по всем всей вот грядке, вот, и эти при морде освободить и включить полноценную вентиляцию, потому что сейчас этих вот, как видим, вот дальше вот немножко, тут уже освещение будет хуже, вот в таком полумраке. Освещение, вот, сейчас здесь освещение улучшим. Ну и еще последнее, вот сейчас мы сделаем здесь надрез, вот мы так посмотрим, как он выглядит, вот-вот так. Вот, и видим, что здесь вот пленка нам мешает, мы возьмем вот так вот ее аккуратненько отколбасим. И выпустим вот эти грибочки вот так вот на свободу. Вот, была еще одна дырочка, вот видите, я же говорю, такая микрохирургия. Можно произвести, вот, вот так вот мы освободим, и сейчас будем делать полив. Ну и в принципе все, больше мы тут... Ну дальше все то же самое, дальше мы пойдем полностью по всей этой грядке и освободим вот эти приморки.